Мария Смирнова И уже в скором времени она попадает в полк, которым командовала известная на всю страну Марина Роскова. Именно про этот полк рассказывалось в знаменитом фильме «Небесный тихоход». Хотя Мария Васильевна всегда говорила, кино – это кино, а война – это война. Был в нашем полку целый месяц поэт Ласкин. Вот, по его сценарию этот фильм. И один раз он летал даже. Ну а что-то, если он в авиации ничего не понимает, один раз летал. Ну, летал, ну, потом-то старались, конечно, в пекло его не вести. Во время боев за освобождение Северного Кавказа, Таманского и Крымского полуострова ночной бомбардировочный женский полк совершил 25 тысяч боевых вылетов. 23-м летчицам было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них была и Мария Смирнова. Вот как она сама рассказывает о боевом задании, когда ей было приказано разбомбить вражеский аэродром. Я решила зайти на аэродром с моря. И вот уже вблизи, лечу над морем, вблизи от мыса Херсонес, вот этого аэродрома. И вижу, на аэродроме старт горит. Противник не маскируется. Штурман прицеливается. И бросает бомбы. Как раз вот в это место, где это скопление машин и самолетов. Бомбы взорвались. Был очень сильный взрыв. Все тут загорелось. Начался сильный пожар. Без Марии Васильевны Смирновой трудно представить историю нашего города. Она была инструктором в обкоме партии. Работала на комвольном комбинате. Была председателем областного комитета ветеранов партии, комсомола, войны и труда. Множество встреч со школьниками, молодежи. Всегда самое искреннее желание поделиться и своими воспоминаниями, и своим опытом. И звание почетного гражданина города стало достойной наградой за ее любовь к родной Твери.